Вот сели на обед, тут пришла сестра Ирина, вот она попалась, когда принесла нам. Как они называются сегодня? Трубочки. У вас материалы почти есть? Здесь нету. Вы смотрите, какие дни растительную массу положили. Материалы почти. Люди в книге к истинному православию подержать ненарушимо. Вот такие трубочки дали. Одни регионы? Нет. Она вон там, возле порога стоит. Еще второе будет, нет? Второе. Да, да, режу. Да, да, режу. Да, у меня руки есть, а не двигаться. На морозе, оттуда, чтобы пальцы шевелились, там построили. Маленькие, там называется козел. С пиратом огромная. И перепад температуры. Врач зашла в больницу, краевая, и говорит. Вот лечу я, говорит, вас. Никакого толку нет. И лекарства даю, и ванны. А они что, выпивают, курят где-то? Я говорю, а, я... Одному вам только лучше. А у меня самое тяжелое положение, чем у них. Тяжелая операция. Настолько тяжелая, что их жить не охота. А у меня... Прошло сколько? Ну, не больше четырех дней. Виктор Андреевич я разузнал, что у них есть. Оказывается, тренажерный замок есть. Я сразу стал ходить, ползком почти туда. Неделя прошла, меня привезли сюда. Привезли, наверное, в пол первого ночи. И весь лагерь не спал, а действительно меня освещал. А мне, может, только лежа или стоя, сидя нельзя. И меня положили в телегу, сено наложили и привезли. И ребятишки тут стоят. Дорого, конечно, это стоит. И то и заставлял-то их не могли уложить спать и освещать выезд. В больнице был. Операция была настолько успешной, что кто делал операцию, должен-то... Дмитрий Андреевич, он сейчас профессор. Он приезжал в Катеряевку после этого. В жирное место. У меня там очень хорошее отношение сохранилось. Недавно я был на промерке. Вот я сидел вот так вот. Стал подниматься из-за стола. О, ногу задеть нельзя. Задеть нельзя. Вот это место на сгибе. Вот это. Не отсидел, не ударил. И никак. И только скакать. Скакать и ногу даже... Даже прикоснуться нельзя. Затеяли, вызывать врача. Скорая приехала. Скорая посмотрела. Мы поехали в больницу. Я говорю, как? Ну оттуда, как? Как оттуда? На санках меня возить будут? Я не пошел. И вот они проверяли. Ногу снимали. У меня снимки эти сохранились теперь. Рентген там. Там врачи от одного к другому. Там какие-то названия новые. И сосуды какие у меня. Все отлично. И сосуды хорошие. Прошло время сколько-то часов. Я утром встал. Какая нога? Не понятно. Какая нога была? Вообще нету ничего. Считает так, что я переохладился внезапно. И сидел где-то давил на это место. Предположительно. И если у тебя дух такой надо, ты будешь бороться до последнего. А так расхватываться. Врач один хороший. Он говорит. Я тебе дам таблетки такие. И что-то такое. Вот если плохо будет. Я летаю. А это авиация. Я знаю это делать. Я не хочу. Возьми, возьми, возьми. Я взял и не знаю. Я так и потерял. Я той таблетки не смог. Потому что таблет – это химия. Как они не крутые. А химия? Что химия? Мы не знаем, что это химия. Сейчас я пойду. Никита, если ты пойдешь, вы ребятишками занимайтесь здесь. Вы свободные. Считайте. Играйте. Надо освободить. У качели все вырезать. Траву все убрать. Да кто это сделает? Сделаешь, нет? Руками, хороший, наверное, надеть. И, может быть, ребятишки мне это помогут. Витовку ты сломаешь. Кое-что может. Витовка немного. Ты в землю воткнешь, сломаешь, бросил. И на этом все. На днях. Мне приходит посылка. Вот такой вот, как сказать, длинный, как коридорчик. Кто получал, не знаю. Так умно сделано. Такой каркас. И что там? Две косы. Две литовки. Две литовки. И косить траву. Кто откуда прислал, не знаю. Вы же в интернете говорили, кто бы нам хорошие косы подарил. Я говорил, косы сделай. Таких, кто у меня есть. Щеренков. Все, чтобы махать можно было. Только сказал. Сейчас я простыл. Еще совсем плохо стал слышать. Буквально через день. Мы вам страховой аппарат такой хороший купили. В Санкт-Петербурге. Знакомые люди. Православные там старые. Только-только услышат что-нибудь. Уже все, напомню, будут. Вот люди, которые отдельно сидят. Вот я знаю, у нас есть. На пенсию пошли. Ни одного человека нету. Ни одного. Я окружен людьми. Сам никто. А зато друзья у меня какие. Видите, хорошо поработали. Хорошо. А вот если рыба там будет еще. Да все получится как надо. А озеро еще больше будет. Намного. И там... Вот что говорить. Если кто-то будет селить, он рядом будет с озером с этим. Это озеро настоящее. Утки. Всегда нужно быть благородным. Нам возле второго мостика. Это самое глубокое вещество. Ну да. А второе надо поднимать. Сейчас зайдет роман. Мы будем готовить свай. И первое, если мостик пройдем. Сумеем его заблокировать. Сделать как горная река. Чтобы проход ее был. Второй мостик тогда легче будет. А первый это будет очень трудно. Я прошу на обоях нигде комаров не бить. Вон сзади комар сидите. Его сгони. И в походе, когда он полетит. Вот. Кровь не напился. Паразит. Вот. Видишь какой. Вот. Попил он крошки христианской. Ну вообще-то. А там можно будет купаться? Так. А там купаться можно? Там купаться надо узнать сначала. С какого места. Чтобы коряк не было. Конечно можно. Можно. И там купаться уже никакой надзор не найдет. Там это. Я не знаю. Может быть и не первое. Но видимо запрудили в первую очередь. Потеряева когда стелились. Основатели Потеряевки. Там было. Ну там много ил. И его конечно с полей нанесло. Можно было. Драглайн. Нет драглайна. Я ко всем обращаюсь. Найдите. И мне будет экскаватор драглайн. Он вот так вот трос забрасывает и тянет. По дну. Далеко. И вот. Стрела поднимают его. Разворачивают. Кош. Кош. Отпрокинулся. Он опять. Он опять. Это. Это. Землящая палка. Ну нету его. Нигде. Говорит. Какой-то был. Работать некому. Маневу размонтировали. Подобили. Больдя дыра есть. Драглайн нету. Кто-то наклеил его. И пузырём взялся. Почему? Кого? Пузырём наклеил. Это на обоях пузырь. Не на наклейке, а на обоях. Да. Так это можно исправить. Бриточка ровно так прорезать. Туда клей сунуть. И она на одной ляжет. Да. Я тебе говорю. Да. Да. Это не важно. Так. Мы вылазим. Господа. У меня потом была половина. Компорт. Однажды. Да. Строили Калашникова. Скажу. Пётра. Эндокея. А несправданцы. Которые строили. Пётр. Эндокея. Дети. И один из них звать его Марк. Марк. И он сосватал Машу Барабашу. Так что примерно 16 ноября будет свадьба. В Томске. Работает в каком-то научно-исследовательском институте. Каким-то технологом или. Ну что-то умственно работает. Зерна не выращивает, как Игорь. У меня самое большое уважение из работающих называет Игорь Барабаш. У него и коровы. У него и сад там всё-всё. Жена делает. Эй. Пшеница. Это больше 200 гектаров. Ну это вот гектары. Он и горох сеет. И всё такое нет. Научитесь уважать труд. Мы едим благодаря Ему. Господи мой, Господи, слава Тебе. Благослови у строителей этих домов Петра, Игорь, Ичат и Марка. Воздай милостями Твоими. Мы вошли в чужой труд. Благослови Людмилу. Она помогла нам приобрести этот дом. Благослови всех приезжающих сюда. И сокрови нас от тех, кто желает нас разъединить. Сотворить недоброе. Мы к Тебе, Господи, обращаемся. Поставь Твою святую охрану. Мы мирные люди. Мы только заговорим, а не к войне. Тебе, Боже, слава за всё. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Благослови. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Давай всё скачать.